Чебурашка Это люди сказали слону, что он слон, жирафу, что он жираф, а зайца назвали зайцем. Так вот и жил наш зверек безымянно в своем далеком тропическом лесу. Однажды утром он проснулся и отправился погулять, подышать свежим воздухом. Шел он, шел и вдруг увидел ящик с апельсинами. Чебурашка был такой любопытный, что сразу залез в этот ящик. А апельсины были такие сочные, такие ароматные, что ему очень захотелось их съесть. И он съел один, потом еще один и так наелся, что упал и уснул прямо в ящике. Чебурашка так крепко спал, что не слышал, как пришли люди, забрали ящик и унесли его. Апельсины с чебурашки долгое время плавали по морям и на океанах и, наконец, оказались в большом городе. Там ящик открыли и увидели странного зверька. Его достали и посадили на стол. Но у чебурашки так затекли лапы, что он не смог усидеть и упал. Фу ты чебрухнулся, чебурашка какой, сказал директор магазина. И так чебурашка узнал, что его зовут чебурашка. Ну что же мне с тобой делать, спросил директор магазина. Нельзя же продавать тебе вместо апельсинов. Не знаю, сказал чебурашка. Что хотите, то и делайте. Директор магазина взял его с собой и пошел в зоопарк. Чебурашку принесли в зоопарк. Но в зоопарк его не приняли. Он оказался неизвестным науке зверем. Не знали, куда его посадить. То ли в клетку к сону, то ли в скворечник. И тогда чебурашку взяли и отнесли в магазин старинных товаров. Чебурашку принесли в магазин старинных товаров. Он мне нравится, сказал директор магазина. Он похож на старинную игрушку. Ты будешь работать у нас, будешь рекламой. Стоять в витрине и привлекать внимание покупателей. Хорошо, сказал чебурашка. А где же я буду жить? А жить ты можешь будем делать. Ну, будь вот в этой телефонной будке. Так чебурашка и сделал. Днем он работал в магазине. А вечера проводил в такой телефонной будке. Это был не самый лучший дом в городе. Но зато чебурашка всегда позвонит. Алло. Правда, звонить ему было некому. Но это его не огорчало. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...